Какое же все маленькое! Всем привет! Я Анна Оськина и сегодня уменьшаю папайо! И выполняю ваш запрос, который вы писали в комментариях под прошлыми видео. В этом мастер-классе я покажу, как можно сделать такой маленький, яркий и сочный фрукт своими руками. Ставь лайк, если любишь миниатюры и считаешь, что у меня получилось похоже. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить и другие мои уменьшения. Ну а мы начинаем! Первым делом я нашла в интернете, как выглядит папайо, чтобы точно ее повторить. Их оказалось много разных видов, но есть и общие черты. Вот такую я выбрала. Для миниатюры я подобрала белую и желтую полимерную глину фима. Отрезаю два кусочка, побольше белого, поменьше желтого и перемешиваю эти два цвета, чтобы получился вот такой вот приятный бледно-желтый оттенок. Выглядит как какая-нибудь ванильная жвачка. Отщипываю кусочек желтого цвета и катаю сначала в шарик, ну а затем начинаю формировать папайо. Ее форма похожа на форму груши или на форму лампочки, то есть более узкая с одной стороны и более широкая с другой стороны. Сверху нужно сделать место, с которого папайо срезали с дерева. Катаю маленький шарик, расплющиваю на узкой стороне фрукта. Инструментом с шариком на конце делаю углубление по центру и подравниваю эту форму, чтобы она получилась такая вся кривенькая. С обратной стороны делаю небольшие прожилки углубления. Это уже форма папайо, она такая вся прожилочков небольших. Их просто нужно повторить. Очень удобно это делать спицей, либо каким-то другим моделирующим инструментом. Итак, вот такая форма у меня в результате получилась. Я сделала две папайо, чтобы одну разрезать, а одну оставить целой. Если вдруг в процессе на поверхности папайо попали какие-то пылинки, грязинки, отпечатки пальцев, то их можно убрать при помощи влажной салфетки. Ну а теперь беру сухую художественную пастель. Кожура папайо слегка зеленоватого цвета. И нужно повторить этот цвет. Для этого я беру мелок зеленого цвета, набираю кисточкой, немножечко пыли и окрашиваю поверхность моего фрукта. А вот и еще один фрукт нарисовался, которому очень любопытно знать, что же я тут делаю. Продолжая тонировку, можно выбирать зеленый цвет нескольких оттенков. Сначала сделать тонировочку светло-зеленым, салатовым цветом. Затем утемнить некоторые детали. Если вдруг тонировка вам показалась слишком яркой и насыщенной, вы переборщили, то все излишки можно снять влажной салфеткой. Пастель легко снимается влажной салфеткой с незапеченной пластики. Вот так у меня получилось. Дальше продолжаю тонировку влажной кистью. Я точно так же использую сухую художественную пастель, но размачиваю ее водой. Тоненькой кисточкой я тонирую вот эту вот пипочку сверху коричневым цветом. А затем делаю на поверхности небольшие полосочки. Это такие вот царапинки, различные какие-то дефекты, которые всегда есть на поверхности настоящих фруктов. Без этого никак. И чтобы все было действительно натурально и похоже на настоящее, я повторяю этот рисунок и на моих миниатюрах. Ну а после тонировки, затаив дыхание, режу одну из папай пополам. Берите острое лезвие. Немножечко смялось при нарезке, но я ее поправляю руками, расправляю. Ставлю все на нужные места и половинки готовы. Теперь нужно немножечко их доделать. Сначала я делаю небольшое углубление с обратной стороны папайи. Оно там есть. Ну а затем срезаю немножечко мякоти по центру, чтобы туда положить косточки. Половинки готовы и приступаю к тонировке мякоти. Мякоть папайи имеет такой красно-оранжевый оттенок. Поэтому тонировать можно смесью оранжевого и красного цветов. Можно добавить капельку розового. Но тут вы смотрите, как вам больше понравится и какой цвет у вас есть. Набираю немного цвета прямо с мелка пастели и тонирую аккуратненько. Но обратите внимание, что мякоть более яркая к центру папайи и совсем слабая по краям. То есть по краям оставляем папайю желтенькой, а по центру как раз таки хорошенечко тонируем. Иголочкой процарапываю прожилочки, там должно быть более светлые вот эти вот места. И добавляю фактуру щеточкой. Можно зубной щеткой, можно любой другой щеткой, какая у вас есть. Щеточка должна быть жесткая. Появилась фактура, сверху можно еще чуть-чуть добавить цвета. Если вам кажется, что он ненасыщенный или если щетка повредила цвет. И точно так же делаю и вторую половинку. Для начинки я беру мак пищевой. Он как раз таки мелкий, темненький и хорошо подойдет для косточек. На стекло я выдавливаю немножко геля жидкой пластики. И подкрашиваю его сухой пастелью красного цвета. Перемешиваю, чтобы получилась вот эта вот красная смесь. И в эту красную смесь я добавляю косточки. Точнее мак. Хорошенечко перемешиваю и у меня получается вот такая вот сочная смесь. Действительно похожая на смесь косточек папайи. Этой смесью я наполняю две мои половинки. Те вырезанные серединки, которые я оставила. Можно подцеплять прямо зубочисткой, потому что смесь липкая и хорошо подцепляется. Аккуратно наполняю половинки. Если вдруг кажется, что слишком мало мака, то добавляю сверху еще. Убираю излишки и отправляю все запекаться. И половинки, и целую папайю. После запекания жду, когда остынет и покрываю лаком. Сначала беру глянцевый лак и покрываю мякоть папайи. Жду, когда мякоть высохнет, станет сочной, глянцевой. И после этого беру лак матовый и матовым лаком покрываю кожуру. То есть обратную сторону, ну и конечно же целую папайю. И когда лак высохнет, папайя готова. В результате получилась очень маленькая, но сочная и вкусная на вид папайя. Здесь два варианта. Целый фрукт и в разрезе, чтобы было видно мякоть и косточки. На мой взгляд, получилось похоже и я справилась с этой задачей. А вы как думаете? Ставь лайк, если тебе понравилось. В комментариях пишите новые запросы, что еще сделать. Какие предметы уменьшить до невероятно маленького размера. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить какие же запросы я выполню. Ваш комментарий может попасть в мое следующее видео. Желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. И не замерзайте этой холодной осенью. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова